Обыски с выемкой документов провели вчера, 17 января, сотрудники ФСБ в правительстве Севастополя. Об этом сообщает новостной портал Форпост со ссылкой на несколько интернет-СМИ. По данным анонимных источников, целью внезапной проверки силовиков стало главное контрольное управление. Операция могла быть связана с попыткой обанкротить стратегический государственный объект, Севастопольский морской порт, и с нелегальной деятельностью на территории предприятия, в частности, крупный оборот черного нала, сообщают интернет-СМИ. В сообщении отмечается, что подобные действия без ведома руководства региона невозможны. Проверку провел бывший сотрудник счетной палаты, который сейчас занимает пост начальника главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров, поясняет известный телеграм-канал «Силовики». Источник сообщает, что Елизаров экстренно вылетел в Москву, чтобы передать все подробности дела, кому следует в компетентных органах, говорится в материале. Из-за этого ЧП губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников мог отсутствовать на встрече с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом в Дамаске. Город-герой представлял депутат Госдумы Дмитрий Белик. В пресс-службе правительства Севастополя информацию об обысках и изъятии документов в подведомственных подразделениях опровергли, сообщил портал «Форпост». Отметим, что сразу после появления информации об обысках сайт правительства Севастополя сообщил, что 17 января Комиссия по соблюдению антикоррупционного законодательства рекомендовала губернатору Овсянникову уволить начальника главного контрольного управления Сергея Елизарова в связи с утратой доверия из-за предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах и обязательстве имущественного характера. Сам Елизаров в комментарии «Форпосту» рассказал, что о состоявшемся 17 января заседании знает и заявил, что всегда работал в рамках закона. О рекомендованном губернатору города-региона увольнении с формулировкой «по утрате доверия Елизарову» ничего не было известно. Сейчас он находится на больничном, проходит лечение за пределами Севастополя. Сергей Елизаров выразил надежду, что ситуация разрешится оперативно и объективно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!